Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%, но второй полугодий будет, конечно, намного сложнее. Доходы республиканской казны с начала года 252 миллиарда рублей. В основном это поступления от налога на прибыль и НДФЛ. При этом налоговая задолженность за год выросла почти на треть, до 13 миллиардов рублей. В антирейтинге Нижнекамск, Казань, Набережные Челны, Елабуга и Альметьевск. За первые полугодия Следственным комитетом возбуждено 44 уголовных дела на сумму неуплаченных налогов более чем 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Из них 572 миллиона уже поступили в бюджет. Муниципалитетам нужно усилить работу с должниками, в том числе через балансовые комиссии. Совместно с предприятиями следует искать варианты выхода из сложившейся ситуации. Также прошу налоговую службу совместно с правоохранительными органами своевременно проводить мероприятия в отношении лиц, умышленно уклоняющихся от уплат налогов. По словам Раиса Республики, в Татарстане продолжается перестройка всей экономики. Производители выстраивают новую логистику поставок и осваивают импортозамещение. При этом в первом полугодии ряд крупных предприятий снизили платежи по налогу на прибыль. Четверть работают с убытком. Необходимо ввести постоянные мониторы в текущей ситуации прогнозов предприятия на ближайшие месяцы и на перспективу принимать меры для поддержки производителя. Те, кто работают с убытками, сигнал, что это будут большие проблемы и по зарплате, и по налогам, и вообще в целом, будущее этого предприятия. Как отметили на совещании, 9 районов допустили снижение поступлений НДФЛ. В республике произошел резкий рост числа организаций, которые платят зарплату ниже минимального размера. Сейчас в Татарстане 900 компаний с заработной платой ниже МРОД. Больше всего таких предприятий в Тетюшах, Мамадыше и Кукмаре. По словам Рустама Мениханова, необходимо в районах усилить работу по борьбе с неформальными рынками труда, повысить поступление по земельному налогу и арендным платежам. Обращаю внимание, что часть доходов в небюджетной деятельности учреждения – это источник для повышения оплаты труда. Это важный резерв повышения уровня заработной платы и удержания кадров. Татарстан занимает первое место в ПФО по налоговым платежам. Рустам Мениханов отметил, в республике нужно обеспечить жесткую финансовую дисциплину. И напомнил, в Татарстане продолжается реализация всех национальных проектов. На это выделено 44 миллиарда рублей. Рамиль Галиулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.